Динамику мы в первую очередь сейчас, конечно, сравниваем с тяжелым 2020 годом, когда количество безработных возросло просто в разы, причем не только на территории нашего Балаковского района, это была ситуация на рынке труда всей Российской Федерации, да и в целом, наверное, всех стран мира. И я хочу сказать, что 2021 год дал возможность при активизации уже экономического роста выйти к сентябрю на допандемийный уровень безработицы. Он у нас был в сентябре 0,6% от общего числа трудоспособного населения, проживающего на территории нашего Балаковского района, а на сегодняшний день он составляет 0,47%. То есть еще и за сентябрь, октябрь, ноябрь у нас это количество снизилось. Это, конечно, хороший показатель. По области он у нас 0,8%, сами можете сравнить, да, среднеобластной. Но если говорить чисто вот именно по количеству мест, ну, честно говоря, не считали. У нас самое главное то, что мы гораздо ниже, нежели чем среднеобластной показатель. Это значительно, значительный эффект. Проводили сравнительный анализ с 2020 годом, когда в 2020 году люди просто массово оставались без работы в связи с сокращением штата и полностью даже закрытии предприятий и учреждений. В 2020 году очень много народа вернулось из крупных городов, в которых они уехали ранее. Очень много было возвратившихся из Москвы, из Петербурга, из Краснодара, из Самары. То есть там, где они оказались, к сожалению, не нужны своим работодателям. Поэтому они вернулись вставать на учет, так как потеряли работу даже не в Балакове. Но и, разумеется, было много тех, кто остался без работы в первую очередь здесь. В 2021 году уже к середине лета ситуация изменилась достаточно существенно и вернулась к нормативам 2019 года, с которым мы сейчас уже сравниваем вот такой допандемийный уровень, на который стараемся ориентироваться. Сейчас уже все вернулось в нормальное русло. И поэтому львиная доля людей у нас приходит на учет в результате увольнения по собственному желанию. И то количество людей, которые у нас идут по сокращению штата, это, в принципе, примерно та же самая доля, как и была уже до пандемии. Так что в первую очередь это уже просто собственное желание. Желание либо расстаться с работодателем, либо желание попробовать себя в новой специальности, либо желание поиска работы на более лучших условиях. Поэтому здесь уже вот такая система.